Очередные публичные слушания были назначены для обсуждения изменений в устав города Десногорска согласно разработанному проекту. Изменения предполагают сократить количество депутатов с 16 до 15, что соответствует ранее принятым от граждан обращениям. Заседание вызвало широкий интерес общественности и проходило в активном режиме. Когда в избирательных округах многомандатных, вспомните, один человек набирает 300 голосов, а второй набирает 30 голосов и проходят все. А в соседнем округе кто-то набрал 400 голосов, но его опередили 500, 600 и так далее. И получается, какое равенство среди депутатов, какое представительство он имеет. А в одномандатном округе, если его, я буду просить депутатов, чтобы это сделали, в обязательном порядке может быть. Я знаю, что я довел свою точку зрения, меня избрали, и я буду отвечать один в этом округе. Так что я прошу сейчас проголосовать то, что предлагают депутаты. Уважаемые присутствующие, с обращениями ознакомлены, поэтому ставится вопрос на голосование. Были высказаны разные мнения о предполагаемых нововведениях. Это позволило десногорцам объективно оценить возможные перемены и выразить свое к ним отношение. Из 107 присутствующих за принятие изменений в устав проголосовало 85 человек. Против – 11. Еще 11 воздержались. Кроме этого, общественностью был рассмотрен вопрос создания одномандатных избирательных округов. Это позволило жителям знать, какой депутат ответственен за конкретный городской участок. Либо у нас будет 3 пятимандатных округа, либо будет 5 округов трехмандатных, либо будет 15 одномандатных округов. Несмотря на различные формы образовательных округов, многие жители имеют свою категоричную и обоснованную точку зрения по этому вопросу. Микрорайон, 5 депутатов. Кому обратиться, я не знаю. Конкретно в моем доме нет депутата определенного. Я потому на слушаниях сказал, что нужно добиваться, и я буду теперь в бом стучаться во все двери, чтобы сделали одномандатные. Формированием избирательных округов занимается территориальная избирательная комиссия Десногорска, которая предоставит свои предложения по данному вопросу для утверждения на городском совете.